Привет, друзья! Пришло время познакомиться с нашими девчонками. Эту девочку зовут Веста. Веста означает хранительница домашнего очага. Очень ласковая девочка. Всегда бежит первая, виляет хвостом. Они просто у меня сейчас устали, у нас была фотосессия, мы их измотали, они таким у нас сонные. Эту девочку зовут Вафа. Вафа означает преданность. Очень активная девочка. Ну, что по ней, конечно, сейчас не скажешь. Вот, она рычит даже. Она выражает свое недовольство, что ей все уже надоели, она хочет спать. Да, ты моя сладкая. Она такая прикольная. Вот эту малышку зовут Вилада. Вилада означает рожденная. Она у нас родилась самая первая. И она самая мелкая у нас из всего помета. Они такие сонные. Мой тетки. Спят. Уработала их хозяйка. Вот это наша девочка Вилма. Вилма означает шлем. То есть, все преграды ей будут нипочем. Все беды, несчастья. Она будет в шлеме. Это самая крупная девочка в помете. Тоже очень активная, очень любвеобильная. Очень они любят ручки. Любят, когда их гладят, возятся с ними. Сейчас они поспят. И мы будем кушать. Сейчас я покажу, как я делаю прикорм для щенков. Я сварила геркулесовую кашу на воде, без соли. Беру творог совсем немного. Одну ложку. Беру детское пюре Тёма. Для первого прикорма я взяла просто телятину. Без всяких овощей и различных добавок. Так как это первый прикорм, еды будет совсем немного, чтобы они попробовали. И я посмотрела завтра, как у них будут дела с животиками, со стулом. Затем всё яйца взбиваю блендером. Вот такая у нас получается кашица. Она не совсем мелкая, но и не крупными фракциями. Сейчас пойдём кормить. Мисочки для них глубокие, ещё еды мало в них. Эти скользят. Эти скользят. Ты куда скользишь, девочка? Моя сладкая. Чайка утащила. Чайка утащила. Ну, вот этого, в принципе, достаточно, конечно, на сегодня. Для первого раза им хватит. И в каши. Это борется, борется с чашкой. Завтра они тоже ещё один раз будут кормлены. А потом я буду постепенно, если у них всё будет хорошо с животиками, и если еда для них подойдёт, значит, потом постепенно мы будем добавлять число кормлений. И затем они уже перейдут полностью на взрослую еду. Скоро уже мама будет отказываться их кормить, постепенно будет уменьшать число кормлений. И так они у нас будут питаться самостоятельно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Всем пока!